Лабиринт времени Самое главное событие на подобных праздниках – это экскурсия по главным цехам здания, где гостям подробно рассказывали о процессе выработки электрической и тепловой энергии. Желающих было очень много, и каждый из посетителей остался доволен осмотром легендарного предприятия. Экскурсия, скажите пару слов, понравилось, что запомнилось? Да, понравилось. В общем, узнали много того, чего они не знали и не интересовались, поэтому получили для себя много положительного. И дети в том числе. В этот день провели благотворительный аукцион в пользу Канаковского общества инвалидов, во время которого можно было не только приобрести уникальные изделия, выполненные руками инвалидов, но и получить памятные призы от спонсоров за участие. Было 10 лотов, среди которых мягкие игрушки, скатерти, плотенца, картины с соображением святых и природы. Для каждого изделия установили свою минимальную цену, которая оказалась очень символичной и по карману многим гостям. Победители остались довольны. Замечательно! Вы выиграете прекрасный лот. Распишитесь, распишитесь. И кроме этого лота вы получаете замечательный подарочный сертификат на ужин у двоих в ресторанном комплексе. Галерея! Аплодисменты! Покажите сертификат туда в камеру. Обязательно у нас фото. Фото должно быть добавить. Маката была и спортивная программа. Праздником на одной из площадки устроились баскетболисты. Соревновались, кто больше закинет мячей в корзину. А рядом детям напомнили о такой увлекательной игре, как городки. В советское время играли в нее на каждом дворе. А сейчас это большая редкость. Открытая станция подарила детям нового поколения. Мастер-класс. В честь праздника команда Конаковской игры по волейболу устроила турнир. Поучаствовать к нам приехали спортсмены из поселка Реткино. Они же и стали победителями по итогам всех партий. Среди прочих развлечений для детей – батуты, конструкторы лего, рисунки на асфальте, игра в классике. Большой популярностью пользуется аквагрим. В этот день работали сразу три мастера, но все равно очередь к ним была самой большой. Были велогонки, в которых участвовали все желающие на двухколесных конях. А чтобы было еще веселее, работали на праздники аниматоры. На память о том, что Конаковская Гресс отметила свой уже 50-й юбилей, все желающие могли сделать сувенир своими руками. Достаточно им было кинуть специальный аппарат монетку, достоинством в один рубль. Поворот колеса и монета превращается в памятный подарок. Богатое действие развернулось на главной сцене. Сначала здесь наградили лучших работников предприятия. Поздравить станцию в этот день спешили и представители администрации. Ведь трудно переоценить значимость Конаковской Гресс для нашего города. Добрый день, уважаемые руководители Конаковской Гресс, сотрудники станции, гости и жители города Конаково. Позвольте мне от лица главы города Максима Валерия Викторовича, депутатов Совета депутатов города Конаково, городской администрации поздравить вас с 50-летием Конаковской Гресс, а также с праздником Дня открытой станции. Пожелать вам производственных успехов, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо. На сцене наградили участниц конкурса причесок, над которыми с самого утра отдавали мастера из профессионального училища. Самый смелый вышел на сцену для небольшого дефиле, а зрители определили трех победительниц, которым достались ценные призы. Участие номер два. Замиксировано участие номер три. Затем на сцене выступали лучшие творческие коллективы, которые пели и танцевали. Кульминацией праздника стало выступление легендарной группы «Пропаганда». Девушки знакомы своими хитами и старшему, и младшему поколению, поэтому в этот день их встречали громкими аплодисментами. Подруга моя, ты будешь счастлива с ним, он самый лучший, поверь, из миллионов мужчин, а мне придется забыть свои надежды на счастье.